Практическая психология 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 уметь проявлять внимание взрослого, а у взрослого откликаться. То есть вот без этой функции, в принципе, не было бы рода человеческого. Абсолютно верно. В какой-то степени прямо, да? Функция выживания и защиты – это биологическая функция привязанности. Вот смотрите, а мы рожаем детей, да, и даже не задумываемся об этом. Нам кажется, что, в принципе, это всё так естественно и просто, но, тем не менее, это сложный эволюционный процесс, которым, в общем-то, на базе которого вообще потом строится вся жизнь взрослого человека. Точно. Какие функции вот у нас выполняют? Давайте мы сейчас проговорим ещё раз. Да, мы уже сказали о биологической функции – это защита и выживание, собственно, вида, да, сохранение нашего вида. И есть важные психологические функции, которые как раз и определяют базу для развития. Это переживание опыта доступности эмоциональной и физической взрослого, что позволяет сформировать базу для исследования. И важные такие основы развития закладывает, такие как структуры «я», то есть самооценка, границы личности, устойчивость «я», мнение о себе, эмоциональная регуляция, да, то есть как я могу справляться с эмоциями, как я их различаю, определяю, и как я могу с ними быть. И отношения с другими людьми, то есть как я их строю, как я себя в них чувствую. То есть «я» и «мир», да, как у меня будут взаимоотношения с этим миром складываться. Да, точно, это как раз, так немного забегая вперёд, да, мы будем говорить сегодня ещё о внутренних рабочих моделях, которые как раз включают в себя три компонента. Это «я», образ «я», образ других и образ мира, и здесь же образ отношений, то есть то, чего и ожидают отношения. И вот удивительно, такие сложные, в общем-то, да, процессы, они закладываются в младенческом возрасте. Точно. Так, как мы сказали, уже привязанность, инстинктивное поведение начинается она с самого рождения. И вот эти улыбки первые, которые до месяца мы знаем, что ребёнок не может контролировать свою мускулатуру. Но улыбка у него появляется, потому что взрослому нравится улыбка ребёнка. И поэтому родитель видит, и ему хочется подойти, ему хочется общаться, он направляет своё внимание на ребёнка. То есть это такой ход эволюции, как улыбка, как привлечение, потому что примерно до года ребёнок не может ходить, ему нужно по-другому приближать к себе, своему значимому взрослому. И этой же функцией обладает и плач. Улыбка и плач у них одна и та же функция. Плач опять не нравится взрослому, он либо тревожит, либо раздражает, и ему тоже хочется подойти к ребёнку, успокоить его, утешить. Дальше появляются действия, это хватание, протягивание ручки и уже, собственно, призыв «мама». Вот прямо такое, ну как бы понятно, с усложнением всё это идёт, да, но это проживает практически каждый ребёнок и каждый родитель, если у них вот эта взаимосвязь есть. Или же если её даже нету, то всё равно ребёнок использует этот инструментарий по отношению к любому вот этому значимому для себя взрослому человеку для того, чтобы выжить. Абсолютно верно. Если же родитель имеет какие-то ограничения или имеет сложности со своей привязанностью, то ребёнок, его задача адаптироваться, да, его задача выжить, адаптироваться, и поэтому мы об этом как раз будем говорить, как тогда меняется, как ребёнок приспосабливается в каждом конкретном виде привязанности. Слушай, да? Хорошо. Вот мы сейчас проговорили про значение цели привязанности, да? Да. Практически всё. Или что-то ещё мы хотели бы добавить с тобой? Я думаю, важно добавить ещё то, что период формирования привязанности, мы сказали, что начинается с рождения, и основная такая база привязанности формируется уже к 20 месяцам, к такому юному достаточно возрасту. До 30 месяцев ещё идёт такое оформление, но основа уже к 20 месяцам есть, и вот с 12 месяцев до 20 месяцев жизни ребёнка как раз появляются те самые уже когнитивные структуры, на которых ребёнок обрабатывает информацию и запоминает этот опыт. Присваивает его себе? Присваивает, да, причём на уровне не том, что мы привыкли, это другая память, поэтому у нас нет доступа к ней, да? Мы знаем, что мы помним себя примерно с 4-х лет. Поэтому наша привязанность, мы не помним этих событий вот прям так явно, да? Да. Это про детскую амнезию, да, сейчас как раз. Почему-то мы не помним этот период, да? Мы не помним, потому что это другой вид памяти, да, у нас. То, что мы привыкли называть памятью, это нарративная память. До этого возраста у нас всё связано с телом, поэтому это физиологический вид памяти. И она очень быстро растворяется, быстро очень уходит, да? Для когнитивных процессов, но она остаётся навсегда... На уровне генетическом и телесном. Да, абсолютно верно, как раз с нами. Вот, хотя такого доступа открытого, прямого мы к ней не имеем. Вот в этом тоже сложность. Да, и особенность, я бы сказала, даже чудо, потому что вот эта потребность у взрослого человека обнять малыша, да, к нему прикасаться, с ним взаимодействовать. Некоторые даже взрослые мужчины, которые стали папами, они говорят, мы в себе этого никогда не чувствовали раньше, вот до появления вот этого младенца. Согласна, мы даже... А в самом деле они оказываются в каком-то даже, наверное, своём вот этом состоянии, да, когда к ним прикасались точно так же, когда взаимодействовали. Точно, мы даже можем заметить, когда мы идём по улице или где-то видим чужого малыша, нам тоже, и он нам улыбается, мы тоже с вами неосознанно, нам тоже хочется улыбаться в ответ, то есть, да, это... Да, и есть такое понимание, что, например, вообще, в принципе, любой ребёнок, да, вызывает у взрослого умиление. Свой он, не свой, то есть в природе заложено, да, вот весь этот инструментарий, чтобы маленькие дети привлекали к себе внимание, и чтобы мы могли чужой он или свой, родной, да, могли о нём позаботиться. У нас тоже есть все, в общем-то, для этого возможности. Хорошо. Какие у нас есть основные типы привязанности? И, наверное, можно про родительское поведение здесь тоже нам поговорить, да? Да. И, Надя, можно добавить ещё? Да, конечно, нужно. Немного так отвлеклась о том, что вот эти внутренние рабочие модели, которые мы получаем в количестве сотни тысяч за это время, да, до 20 месяцев, они собирают в единый этот опыт в такую и объединяют во внутреннюю рабочую модель, то есть что мы знаем о себе, да насколько, в какой мере я достоин любви, в какой мере можно доверять окружающим людям, и безопасен ли мир. Вот это всё формируется. Это всё до 20 месяцев формируется? Да. Обалдеть. Да, ответственность велика. Да, то есть получается, что вот, пожалуйста, прямо важный этап жизни ребёнка. Да, я думаю, важно это. И зная плачевную статистику, что часто очень семьи распадаются до трёхлетнего возраста, да, что мужчины уходят, там, да, женщины отказываются, там, да, от такой, находясь в зоне боли, там, да, от роли материнства в полной мере. Это же так-то страшно вот осознавать, что именно в эти самые важные месяца происходит закладка всей будущей жизни ребёнка. Да, и как раз о будущей жизни, так как вот эта закладка происходит, и у нас есть определённые ожидания от отношений, и поэтому, зная и умея определённые способности, люди обычно выбирают себе тех людей в партнёры, которые могут дать именно это. То есть это тоже... Такая стратегия, да, которая заложена вот в самом начале жизненного этапа. То есть даже наши выборы, выборы партнёров, выборы того, кем я буду, может быть, даже, да, какую я роль буду отыгрывать с этим миром, да, это тоже закладывается. Хорошо. Ну что, давай перейдём тогда к типам привязанности. Что это за типы? Это тоже всё изучено, да, в психологии. Расскажи нам. Да, скажу о том, кто это вообще всё придумал. Джон Боулби является отцом теории привязанности. Он выдвинул теоретические предположения. Он родился в 1907 году в аристократической семье британской, и он как раз пережил вот те нравы того времени, когда поощрялось дистанциирование, минимальный контакт. Сам он был в возрасте 7 лет отправлен в школу-интернат, о чём вспоминал, что там даже не место для собаки. То есть такую травму это оставило. Детскую пережил. И он, став взрослым, исследовал и как раз ратовал за такое изменение пересмотра потребностей ребёнка. И он так и совершил эту революцию, да, эти знания, которые мы имеем. И он занимался исследованием вот этим именно теоретической базой. И несправедливо забывают часто, так у всех на слуху его имя, ещё была его соратница Мэри Эйнсворт, которая придумала и провела исследования, которые доказали на опыте... Его теории. Да, абсолютно верно. Теория без практики никуда. Точно. И это был эксперимент. Если будет интересно, можно о нём посмотреть. Я не буду о нём подробно рассказывать. Называется он «Незнакомая ситуация». Да, и, собственно, что этот эксперимент показал? Он показал, что все дети ведут себя по-разному, расставаясь с мамой. И поведение детей зависит от поведения матери. И вот таким образом и получились типы привязанности. Их выделили... Мэри, собственно, выделила четыре типа. Это один тип надёжной привязанности, так он и называется, и три типа ненадёжной привязанности. То есть это когда есть нарушение привязанности. То есть мы сначала про здоровую привязанность. Конечно. Как она будет выглядеть, эта здоровая привязанность? Это отсутствие беспокойства по поводу доступности фигуры родителя. То есть я уверена, что ты со мной. И даже если ты уходишь, я знаю, что ты всегда вернёшься. Да. И да, это как раз позволяет исследовать. И тоже интересный момент. Вот эти системы привязанности и сепарации, то есть отделения, они в динамическом соотношении. Одна включается, другая выключается. То есть мне хорошо с тобой, комфортно, я чувствую защищённость себя, чувствую, переживаю от ребёнка. И активируется система привязанности. Потом меня что-то заинтересовало. И я могу отойти, потому что я знаю, что ты здесь, ты рядом. И в какой-то момент мне станет страшно, что я не вижу тебя. И тогда я могу повернуться. И я вижу тебя, я уверена, что ты здесь. И я могу снова продолжать своё исследование. То есть вот эта уверенность... Закладывает такую здоровую психику ребёнка, да, и здоровое отношение, в общем-то, ко всем тем процессам, которые происходят в его жизни. Да. Хорошо. А что для этого должна сделать мама, чтобы именно таким образом складывалась эта привязанность, чтобы она была здоровой? Начну с того, что говорил сам Болби. он определял, что ребёнку важен опыт тёплых, близких и непрерывных отношений с мамой. Мы как раз имеем в виду вот этот период до 20 месяцев, да, что желательно никуда надолго не отлучаться. Ну, имеется в виду какие-то командировки или... Больница, там ещё что-то, да, всякие случаи в жизни бывают. Да, как раз, да, Надя, ты отлично заметила. О, Болби как раз это и исследовал госпитализацию детей. Она раньше была с отрывом от родителей в любом возрасте. То есть это тоже и стало такой предпосылкой всей теории. Да, абсолютно верно. Сейчас мы знаем, что как раз это изменилось, и мы имеем право со своими детьми находиться в больнице, да, в разных отделениях. И вот, значит, тёплые, близкие, непрерывные отношения. И Болби также подчёркивал, что эти отношения должны приносить радость обоим участникам, и ребёнку, и матери. Уточнила этот момент как раз Мэри Энсверд, которая делила состояние бытия и делания. То есть бытия, это имеется в виду присутствие в отношениях, включённость в отношения, настройка на ребёнка, интерес, внимание, выражение удовольствия. Что мне с тобой хорошо. Точно. И вот это состояние бытия. И состояние делания, конечно, которое очень важно, это то, что ребёнку нужно. Одевать, кормить, мыть. И Мэри... То есть представляете его потребности, да? Да, и Мэри отмечала, что как раз можно выполнять потребности как с этим качеством бытия, так и без него. То есть можно выключиться, да, то есть как на автомате, да, что-то делать, а ребёнок всё равно считывает и чувствует. Наверное, да, да, да. И поэтому ребёнок чувствует, если за этим не стоит чувство. Если мама читает книжку просто потому, что она знает, что это полезно, что это нужно делать, либо мама может читать с интересом, погружённая. Хорошо. То есть вот до этих 20 месяцев, да, мама должна быть включена во все процессы ребёнка, да, в то же время всегда быть сама в ресурсе, потому что, ну, как бы, если ты не в ресурсе, то как ты можешь вообще быть вот в этом состоянии, да, включённости? И стараться всячески удовлетворять потребности малыша. Да, можно я ещё точно, да, я уточню как раз насчёт всех этих моментов, потому что как раз Дэвид Эллиот, мой учитель, у которого я училась в теории привязанности со своей командой, Эллиот и Браун, они как раз тоже сформировали, выделили 5 таких условий родительского поведения для формирования надёжной привязанности. И это как раз защита, то есть мы так более точно обозначим. Потом это... Родители защищают ребёнка, да? Точно. Это это нечто. Да, от каких-то опасностей. Утешение, успокоение. В случае, если я волнуюсь, беспокоюсь или мне что-то больно, да? Да. Здесь ребёнок как раз получает опыт того, что страдание конечное. Да, мне будет больно или я могу испугаться, но это закончится, и я снова могу вернуться к своим делам. Вот это как раз закладка эмоциональной регуляции. И что мама всегда меня утешит, поможет, поддержит. Да, да, точно. Ну, мы сейчас опять-таки, да, тоже уточним, что это не обязательно должна быть мама, да? Это может быть вообще любой значимый для ребёнка человек. Да, так скажем, кто способен на это. Абсолютно верно. И выражены удовольствия от того, что ребёнок есть. Да, то есть это все слова, обращения, ласковые взгляды. Как ты счастлива, что ты у меня есть. Я люблю тебя, как мне хорошо с тобой, да? Я рада тебя видеть, точно. Тактильные контакты, да, объятия, поглаживания. Им это поощрение к исследованию. К исследованию, к изучению нового. Это тоже входит. Мы помним, что как раз у нас там появляются периоды, когда ребёнок забирается на руки, да, и показывают пальцем, куда его нужно нести, вести, и что ему нужно дать потрогать, да. Это как раз уже в 20 месяцев сюда укладываются эти процессы. Когда он начинает делать вот это, ползая, да, и это всё должно быть с поддержкой значимых для него родителей. Хорошо. Так, давай мы сейчас проговорим, вот мы назвали с тобой основной, здоровый вот этот тип привязанности, да, и прям проговорим, как время быстротечно, проговорим, какие есть деструктивные. И скажу ещё, что настройка на ребёнка, на состояние пятый пункт, то есть как раз чувствовать настроение, поведение ребёнка, которое может определять его состояние, его потребности, да, вот на них реагировать. Такая, я бы назвала, сон-настройка. Да, и... да, Надя, согласна, продолжаем. И говорить сейчас будем о типах ненадёжной привязанности. И хочу перед этим поддержать родителей, слушателей, кто нас слышит, и сказать, что, возможно, сейчас будут в каких-то моментах себя узнавать. И очень волноваться, что неужели я причиняю вред своему ребёнку, и это так скажется на всю жизнь, о чём мы говорили. И хочу поддержать и успокоить, сказать, что мы все совершаем ошибки. Но нарушение привязанности происходит в том случае, если эти ошибки регулярны и последовательны. Если же 70% времени, есть чёткая цифра. Родитель ведёт себя как надёжный, этого достаточно. И вот, Надя, как раз 30% нам даётся на то, чтобы быть не в ресурсе, быть уставшими, грустными, злыми, в общем... И совершать те самые ошибки. Да. За которые себя можно простить, потому что ошибки-то тоже на шёпоте. Да, это не скажется точно так критично на развитии ребёнка. 30% у нас есть, это достаточно, я думаю, реалистично. Да, а 100% это невыполнимо. Да, и так, что же происходит, когда... Деструкция. Да. Нарушение. Начнём с их три вида. Игнорирующая или избегающая привязанность, тревожная, абивалентная и дезорганизованная. Начнём с избегающей привязанности. Здесь, что самое главное, поведение родителя. Какое оно? Оно, это повторяющееся отвержение ребёнка. Особенно, когда ребёнок ищет физического контакта. И это очень эмоциональная сдержанность. То есть ребёнок, родитель, извините, не... Эмоционально холоден, да? Да, и не проявляет ни внешне, ни по отношению к ребёнку, ни вообще. И что здесь формируется, да, чему учится ребёнок, какой опыт он приобретает? О том, что когда мне больно, я стремлюсь... Это инстинкт, да, получить защиту. Но не получая её, и оказывается, мне становится ещё больнее. И тогда я учусь защищать себя и избегаю контакта. Да, и формируется связь, что отношения — это опасно. И поэтому человек уже приобретает навыки справляться со стрессом, не прибегая к человеку. И вот это мы во взрослом возрасте можем видеть как раз. Видеть вот эту эмоциональную холодность, во-первых, да? Холодность. И как раз большинство зависимостей в основе вот этой привязанности, потому что когда я не через взаимодействие с другим человеком свой стресс преодолеваю, решаю, а через другие вещества, через внешние источники, но они с отношениями не связаны. Да, и в отношениях также, да, что у взрослого человека мы видим, это такая же тенденция к избеганию отношений, страха близости. Близости вызывают страх как раз, когда я сближаюсь. То есть отстранённость, Надя уже отметила эмоциональная холодность, сложность вообще распознавать у себя эмоции, что я чувствую, что со мной происходит. И здесь может формироваться как раз такое ложное «я», когда я представляю образ себя такого сдержанного. Но на самом деле, так как тоже потребность чувствовать, переживать ощущения является нашей универсальной, общечеловеческой, и, конечно, это очень влияет на жизнь. Хорошо. Вторая какая? Тревожная. Тревожная. Тревожная привязанность. Это мне кажется знакома очень многим, мама. Да, потому что как раз такая черта на нашем современном миру, свойственная, о которой скажу, это когда мама выполняет много дел одновременно вместе с воспитанием, очень много во что вовлечена, и тогда мама непредсказуема, она не всегда доступна. Я не знаю, когда она откликнется, да, а когда нет. То есть это не отзывчивая мама. И поэтому... И также эта мама эмоциональная и с таким эффектом, таким фокусом на такие неприятные переживания. То есть здесь большой акцент в отношениях на эмоциях страха, злости и, наоборот, мало внимания к положительному эффекту. Что формируется у взрослого человека при таком типе? Формируется такое состояние напряженной, постоянной готовности. Ребёнок, он не знает, когда мама будет доступна, поэтому он как игровой аппарат постоянно дёргает за ручку. И ребёнок научается привлекать к себе внимание. Это как великие манипуляторы. Потому что без этого, иначе я не чувствую, что я живу, да? Я не чувствую, что вы здесь где-то рядом. И здесь ещё такой момент, что как раз ребёнок – это чрезмерная настройка и отказ от своих потребностей, и фокус на том, чтобы у взрослого потребности были удовлетворены, потому что только тогда я смогу получить... Хорошо. Итак, следующее, последнее, да? Самое короткое, что мы скажем – дезорганизованная привязанность, поведение родителей здесь противоречивое. Это, может быть, родители могут пугать или быть сами напуганными очень сильно. Также это жестокое обращение с детьми, насилие. То есть такие самые крайние проявления боли, что ребёнок может пережить. И тогда у взрослого формируется такая стабильная в своей нестабильности привязанность. Это сочетание и черт избегающая, о чём мы уже говорили, тревожной привязанности, провалы по эмоциональной саморегуляции, когнитивное слияние. Вот такая тема очень интересная, очень полезная и очень глубокая. Поэтому я предлагаю нам с тобой продолжить эту тему в следующей нашей программе. А сейчас мы с тобой в завершении программы проговорим, что можно почитать, где можно что посмотреть на эту тему, если вдруг возник интерес у слушателей. Да, конечно. Что касается взрослых отношений, я бы рекомендовала Сью Джонсон. Это две книги «Обними меня крепче» либо «Чувство любви». Она более новая, там больше исследований. Также подходим друг к другу про отношения взрослых. И вот как раз, придя в студию, ты напомнила о «Тайной опоре» Людмилы Петрановской. Она тоже этим занимается. И мне ещё нравится «Из последних осколки детских травм». Такая книга, вот это можно почитать. И ещё хорошая книга, она не в контексте теории привязанности, другой терминологии, но в принципе об этом взрослые дети эмоционально незрелых родителей Линдзи Гибсон. Спасибо большое, Яна. Это была программа «Практическая психология». Сегодня мы говорили всё о привязанности в жизни ребёнка и взрослого человека. На самом деле мы не всё успели рассказать, но я думаю, что в следующей нашей встрече, в следующей нашей программе мы с тобой продолжим эту тему. Всем любви, здоровья и счастья. До новых встреч. Практическая психология Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова